Грёд шухер в акциях Российской Федерации? Грёд обвал акций? Обвал рубля неминуем на будущей неделе? Господа, давайте в этом вопросе более детально разбираться. Слухов много, но дееспособной и адекватной информации в рынке мало. И я вам сейчас расскажу, чего наша редакция крупканов Биржик ожидает в рамках предстоящей недели. Вы смотрите гигантский обзор рынка на предстоящую неделю со 2 октября по 6 октября 2023 года. Господа, один маленький момент я хочу вам озвучить. Волатильность на рынке сейчас будет постепенно нарастать, что в акциях, что в сырьевых товарах, что на валютном рынке. Потому что идёт по массовой экспирации фьючерсных контрактов, опционов. У нас последняя экспирация фьючерсов, контрактов и опционов будет в декабре уже 2023 года. И соответственно также российские банки будут постепенно по мере роста акций Российской Федерации, это подчёркиваю, фиксировать свою прибыль. И что надо понимать? Надо понимать следующую вещь, что рост акций Российской Федерации будет сопутствовать дальнейшей девальвации рубля. То есть рубль будет падать по отношению к иностранным валютам, а акции России будут расти. И давай сейчас в этом вопросе более талант с вами обсудим все возможные казусы. Кстати говоря, последние несколько дней идёт экономический форум России. И там обсуждается ряд крайне важных вопросов по отношению к бюджетному правилу, по отношению к государственному бюджету, по отношению к валютам рынка и прочего в этом духе. Господа, смотрите, ног забегая наперёд. Силонов сообщил, что рост оборонного бюджета будет в районе 65% в 2024 году. Силонов также сообщил, что 2024 год будет не проще, чем 2023 год. И всё будет ухудшаться, ухудшаться, ещё раз ухудшаться. Ну, естественно. К тому же государство к России выросло на 10%. Потому что надо понимать одну важную вещь, что нефть в Азию будут поставлять в районе плюс-минус в 90 долларов за баррель уже в 2024 году. Это мои подсчёты. Почему так? Потому что дефицит бюджета в России будет постепенно нарастать путём роста оборонки расходов, путём роста государственного долга. Это неизбежно. И, как следствие, поставлять нефть России привёз в районе 90 долларов за баррель. Это такая плюс-минус средняя цена. Для того, чтобы хотя бы бюджет держать на уровне без убытка. Не дефицит, не прессит, а тупо без убытка. Почему я об этом заговорил? Потому что этим будут пользоваться очень скоро арабские страны. Например, сегодня Сергей Собянин, глава Москвы, городостроитель московский, сообщил одну вещь, что Азия это не партнёр для России. То есть они играют на двух стульях. Я об этом говорю уже очень давно и очень пристально. Ваше внимание на этот счёт примыкаю. Потому что то, что говорят по телеку, по радиовещанию, что, мол, ой, китайцы такие братья навек. Ой, знаете, были бы братьями навек, они бы давно бы нам и товары поставляли бы технологические, и не было бы бюрократии в виде оплаты. Не было вообще проблем никаких. Или вот индийцы, да, когда там говорят, что, мол, это такие же классные чувачки, надо с ними дружить, работать, сотрудничать. Да, но вот на последнем заседании, да, где был Сергей Лавров, глава МИДРФ и премьер-министр Инди, премьер-министр Инди сказал такую вещь, что, мол, товарищ Лавров, вот мы знаем, что у вас, среди ваших компаний, нефтегазовых, очень много скопилось рупий на счетах индийских банков. Давайте с вами решим вопрос так. Вы будете инвестировать в индийскую экономику, а мы как-нибудь, когда-нибудь там вам денежку дадим, ваши гособлигации, займы купим, прочее в этом духе сделаем. И ведь это игра в одни ворота. И я вам об этом говорю последние полтора года, что Азия это не панацея. И с другой стороны проблема-то какая? Следующее, что у России имеет теперь только один рынок сбыта. И нас этого рынка сбыта в будущем году будет успенько вышибать. Кто? Арабы. Почему? Потому что у арабов экономическая социально-политическая ситуация совершенно другая, чем у нас. То есть они будут пользоваться, скажем так, условной эфемерной слабостью, российский поставок нефти на территорию Азии. И они будут демпинговать. Это неизбежно. Условно говоря, мы будем продавать им по 90 долларов за баррель, а они будут демпинговать до 87, например. Или 85, да? И Китай, и Индия с этого, они этим воспользуются. Они захотят покупать сырье дешевле. Потом можно перепродать и наценку получить. Понимаете? Комиссию. Для бюджета тоже полезно. Вот. Как Индия сейчас сделает. Российскую нефть покупает там по 80 долларов за баррель. Хотя нефть и марки Брэд уже почти по 100 стоит. И дисконт примерно в 15 баксов за баррель. И эти 15 баксов она потом просто плюсует к этим рыночным поставкам и перепродает эту нефть российскую Германию. Только по рыночной стоимости. И вуаля, Индия в профите. О каком сотрудничестве можно вообще говорить в этом вопросе? Они не более чем лица, которые готовы покупать российское сырье по дисконту пока на то есть возможность. Но я опять же клоню к чему? К тому, что рано или поздно, блин, как-то придется вопрос уже с европейцами решать. Потому что зависеть от одного рунка сбыта будет очень проблематично. Особенно в тот период времени, когда индийцы напрямую говорят. А вы в нас проинвестируете, а мы вас купим. Заставляет задуматься о некоторых вещах. Далее важный момент. Смотрите. Вчера также было заседание на этом форуме от лица Антона Силуанова. Конечно, очень эпичное выражение озвучил. Мол, если ничего не покупать, то цены нормальные. А если ничего не покупать, то как выживать? Вопрос. Ответочка. Я все к чему клоню? К тому, что он вчера много чего наговорил. Очень много чего наговорил. И в чем суть? План по поступлению нефтегазовых доходов на этот год будет перевыполнен. Расходы будут профинансированы без заимствования на рынке. Это еще называется повезло. Путем роста цен на нефть, путем валютной переоценки. Далее. Переуполнение плана по нефтегазовым доходам в 2023 году дает МИФИНу возможность сократить заимствование. Второе. Дефицит федерального бюджета будет в 2023 году не выше 2%, что соответствует планам показателям. Третье. Компания с годсучастия показывает неоптимальную эффективность. Вот все эти слова его можно наложить на мои мысли по отношению к тому, что НАСА будет по себе вышибать с азиатского рынка. И вот как эту брешь, баланс бюджета потом закрыть? Вот этот вышиб российского сырья с азиатского рынка, Китая, Индия. Правильно, путем девальвации рубля. Только выход девальвации рубля. Не более, не менее. Почему так? А я вам сейчас обосную, почему. Вот опять же риторика Силуанова. Рот открыл, все испугались. Цитирую. Курс рубля не должен быть сильным или слабым. Он должен быть предсказуемым. Что значит предсказуемым? Это просто поэтапная девальвация. Просто поэтапная девальвация. То есть я еще раз говорю, что у нас цель по баксу, она выше есть. Там выше 120 даже. Там евро выше 130. Юань. Вообще по 20 рублей нам маячит уровень. Понимаете? Диапазон 22 года. Мы туда будем по себе приходить. Да, после предстоящей коррекции. Это очевидно. Но у нас цели стратегически по валютному рынку выше. Вот в чем проблема. И в чем суть? В том, что по мере девальвации рубля у нас будет падать потребительская активность в стране. Будет падать покупательская способность в стране. И как эту брешь закрывать, честно говоря, я до конца не понимаю. Я понимаю, что вот, например, компании ритейлера, что они будут делать? Они будут открывать тотально фатальные дискаунтеры. Похлеще, чем чижик. Там, где будут товары, продать почти по себестоимости. Ну, там в малую-малую-малую маржу, но почти по себестоимости. Как говорится, будут брать крента и прибыль охватом. Вашет потом выльется, но, как говорится, история покажет. Просто вся проблема в чем? В том, что при текущей ситуации, еще раз подчеркиваю, зависит только от одного рынка с бета, чревато впоследствии. Чревато уже в среднесроке, на горизонте будущего года. Это надо учитывать. И раз это все чревато, то какой будет опять выход из предстоящего кризисного механизма путем, блин, девальвации рубля? По-другому никак. Так, разные проблемы, а ИСОТ один, девальвации рубля. Далее, Минфин РФ ожидает в 24-26 годы дополнительное поступление от роста НДП, налог на доход по полезных скопаемых на газ в размере 256 миллиардов рублей. Речь вот о повышении НДП для всех производителей газа. По итогу 2023 года государство сделает ставку на то, что маржа среди нефигазных компаний будет тупо расти, и их потом можем будет немножко финансово освеживать. И путем налогообложения, и путем дивидендов. Ну, это понятно. Минфин РФ прогнозирует к концу 2023 года плавное укрепление рубля до 94,3 рублей за доллар, преимущественно из-за восстановления динамики импорта. И в чем, зараза, проблема? В том, что на все текущие риторики, а я подчеркиваю, записываю видеоролик вам сейчас в пятницу, 29 сентября 2023 года в 12 часов дня, картина следующая, по валютному рынку тупо треугольники, уже вторую неделю подряд. Да ладно, вторую неделю подряд, уже почти два месяца подряд, если быть точным. По доллару, по евро, по юаню, по гонконгскому баксу. Проблема вся в том, что нас постепенно по баксу идут на сотку. Да, это проблема с точки зрения текущего макроэкономического содержания происходящего. Но, опять же, следует Армагеддон, говорит, что ой, все, конец, пипец, приехали, докатились. Я считаю, что нет. Да, это неизбежно девальвация. Да, мы обречены бомжевать, обречены нищевать, обречены просто по факту беднеть. Но, с другой стороны, ведь как можно обогнать эту инфляцию по тому, что у нас будет в стране в дальнейшем, путем вложения в российские бумаги, преимущественно, в газовый сектор. Потому что путем девальвации рубля именно акции российских нефтегазных компаний будут расти. Это очевидно. Поэтому на предстоящей неделе я ожидаю медленного, но заразоверного пробоя треугольника. Доллар в район 98.50, дефис 100. Вот психологическая отметка это 100 рублей за бакс. Какие тут будут словесные высказания со стороны государства, время покажет. Может быть, они скажут, что молодые экспортеры больше дают на валютную выручку, чтобы они больше выручили валютную продавали не 80%, а все 99%. Может быть, что-то другое они озвучат. Но они что-то озвучат, чтобы в данном этапе времени доллар не пробил сутку. А к уровню, повторюсь, 100 почти он подойдет уже на будущей неделе. Это проблема. По евро ситуация такая же. Мы в треугольнике, постепенько выбиваемся вверх. У нас цель будет на будущей неделе в районе 105-106 рублей. По юаню у нас будет цель в районе 13.80-14 рублей. По гонконгскому доллару у нас будет цель в районе 12.80. По белорусскому рублю у нас будет цель в районе 30 рублей-30 копеек. По канадскому доллару у нас будет цель в районе 74.30. По швейцарскому франку цель в районе 111 рублей. Вот. По индийскому рупию цель в районе 1.20. По казахстанскому тенге в районе 21.40. По турецкой лире, упаси господи, перекрестился аж три раза. Цель в районе верхней границы боковика 3.73. В общем и целом, на будущем получим ослабление рубля. Но. Вот в чем важность этого примечания. В том, что по мере ослабления рубля мы получим дополнительный импульс роста по отношению к российскому рынку акса. Смотрите. У нас хоть и имеется ништающий гэп в районе 3.065 пунктов. Вот здесь. Я чего допускаю по началу будущей недели. Как минимум, попыток закрытия данного гэпа, попыток не более чем. Но затем возврата цены на уровень 3.190 и в полной резине 3.220. То есть, смотрите. Мы сейчас торгуем ступо в боковике не более чем. Вот у нас ниже грани боковика это 3.050. Верхняя грань в районе... Сейчас я помечу. В районе 3.230. Ну, где-то 30. Вот. От шипа до шипа из смотреть. Так что в этом диапазоне мы пока дрейфуем, торгуемся. Да, конечно, сейчас многие трейдеры рисуют голову и плечи. Мол, посмотрите, изучите. Голова и плечи есть. Сейчас обвалимся. Сейчас будет крах, титанический провал, конец экономики. Но я с ними не согласен. Почему? Потому что мы уже перегреты на рынке. В принципе, сняли. Все. В чем речь? Что? На будущий день мы будем ходить к верхней грани боковика этого. Правильно? Правильно. Соответственно, какие коллаборации будут на верхней грани боковика, время покажет. В любом случае, я к чему слоняюсь? К тому, что мы все равно, даже потом, по мере продолжения девальвации рубля, пойдем по МВБ к уровню 300-3700. К 1.2 веры Ганна. Вот сюда примерно. Это, опять же, такая среднесрочная дистанция времени. Но в любом случае, на этот счет я держу среднесрочные позиции. Я много раз говорю, что это за позиции у меня. Давайте на них перейдем. Стратегическая поза. Это у меня Газпром. Остальные позиции по виду Яндекса, Алроса, МТС, Тинькова. Это у меня такие, скажем так, спекулятивные позиции, не более чем. По Газпрому в чем такая привилегия и фишка? В том, что все равно поставки газа идут, бабки зарабатываются, все есть. За счет фактора валютной переоценки, я вам скажу больше, что компания даже неплохую маржу зафиксирует по итогам текущего года. На этом факторе мы будем просто выпуливаться вверх. К уровню там 210. Даже в рамках текущей коррекции я Газпрому счет докупал, покупал, как говорится, не парился, не суетился. В рамках нашего вип-клуба, в рамках наших публичных каналов в том числе. Так что у кого имеется Газпром в ланге, ваша цель это 210. Я туда цену дождусь, как говорится, время придет, там прибыль вижу резон постепенненько фиксировать. Я не верю в Газпром там по, честно скажу вам, 300, 400, 500, в это я не верю. Но где-нибудь район 210 еще допустимо отработать. Самый край это 260, это прям пик, пиковый. Но это опять же, для того, чтобы дойти до уровня 260, нужно какой-то позитив получить от рынка. А что за позитив, тут его, как говорится, хрен его да знает, время покажет. Но в любом случае, цель у нас среднесрочная 200 рублей остались на прежнем уровне. Касательно компании Яндекс, картина следующая. Мы сейчас тестируем треугольник, мы его протестировали по факту почти. Идем потом выше, на уровень куда? 3200, 1,2 Вера Гана. Так что постепенненько будем выходить на выше стоящий уровень. По Алросе картина, в принципе, аналогичная. Боковик мы протестировали, пробой боковика. Аккуратно будем выходить на уровень куда? 84 рубля. Тем более Алрос, она скоро вызывает свою производственную деятельность и активность. И как следствие, оближка опять компания будет зарабатывать. Это опять же неизбежно. Потому что цель Алроса, почему она сократила поставки экспорта алмазов в мир? Потому что нужно запампить цены на алмазы те же самые. И она этим пользуется. И да, Росалмазы постепенно начинают наблюдаться на наших глазах. Так что, в принципе, инициатива у них, я считаю, выигрышная. По компании МТС тоже нас постепенно разворачивают вверх. По дневному, по недельному графику все это наблюдает. Кольцо наблюдается, точнее. Выходить будем сюда скоро. 30-15. Померят коррекцию тоже позиции по МТС я постепенько наращиваю. По Тинков банку, та же самая картина. В принципе, позиция по этому банку я вижу, дальше наращивать постепенненько. Почему? Потому что мы выйдем на уровень 4200 рублей за бумагу. Так что, в принципе, по российскому рынку акций я не парюсь, не переживаю, не суючусь. Понимаю одну простую вещь, что когда будут разгонять стоимости нефтегазовой бумаги, потом в этой же стоимости будут расти прочие акции Российской Федерации. Вот, давайте тоже затронем еще нашу одну такую любимицу, да, акции компании Softline. То, на чем мы с вами в рамках текущей недели неплохие бабки подняли. Вот, смотрите. Изначальный прогноз по акциям компании Softline я опубликал на нашем телеграм-канале, биржевик акций, где находится 66402 подписчика. Пост был от 26 сентября и, соответственно, ссылку на наш телеграм-канал можете в описании под каждым видеороликом. Первый пункт телеграм-канала, пункт А телеграм-канала про рынок акций. Настоятельно рекомендую подписаться. Вот, здесь я указал, что цель по Softline на уровне 180-200 рублей. И, соответственно, мы к этому уровню будем посетенненько выходить, выбираться. Что в процессе и по факту у нас с вами получилось. То есть, цена вышла от нашего с вами уровня ожидания на первую цель 200, ну и потом начала вовсе растить дальше. Признаюсь честно, мы эту бумажку также торговали в рамках нашего вип-клуба, Биржу Квип Инвестиций Трейдинг, там где 1282 подписчика. Об этой акции я изначально заговорил еще после редомиляции, во вторник. Вот, была череда постов, которые я ссылался на то, что, блин, надо, пожалуй, бумажку брать, 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 подкупать и, соответственно, на ней денежку зарабатывать. Вот, первые продажи тоже пошли у нас. Потом еще Softline начал расти активно. Потом вообще я уже начал эйфорию ловить, если честно говорить. Ну и потом по Softline еще позу мы, как говорится, закрывали в очень хорошую, приятную, вкусную прибыль. С чем я всех и поздравляю. Как говорится, кто на рынке зарабатывает, а это мы с вами, тот и прав. Мы с вами правы. Все. А подписаться на наш вип-клуб можете в описании под каждым видеороликом. Первый пункт Биржевик Бот. Наш официальный телеграм-робот для входа в вип-канал по трейдингу инвестиций. Мы проводим прямые эфиры каждый день. Мы торгуем вместе, отвечаем на любой вопрос, публикуем обучающие материалы, лайфхаки по рынку и прочего в этом духе. Если что, помимо нашего бота, можешь также зайти на наш сайт, биржевик-вип.ру. И уже здесь, пролистав наш сайт, найти те ссылки для дальнейшего входа в наш вип-клуб. Ждем вас, господа и дамы, ждем вас, зарабатываем вместе с вами, обучаем вас и работаем также для вас. Поэтому данная ссылка в описании под каждым видеороликом. Либо бот, либо наш сайт. Кому что удобнее. Соответственно, по акции Fusagro, та же самая тема у нас получилась. Как говорится, на коррекции мы его покупали вот здесь, на свечевших шипах. И вчера его продавали на Yamaha 9. Я об этом говорил и публично. И в рамках нашего вип-клуба, в принципе, информации было достаточно для того, чтобы вовремя купить. И, как говорится, вовремя ее продать. И на Yamaha 9 четко под основным алгоритмом. Поэтому, в целом, что говорить про Fusagro, мы пойдем снова вниз на двойное дно, на отработку уровня 6.590. А потом только пойдем вверх уже. Далее, что касается INSRTS, тут картина следующая. Господа, смотрите. Торгуемся в четком, твердом боковике. Тверже только сталь. Очень стальная сталь, только тверже. Нас никуда не вышибают. Вот вниз приходим, откатываемся вверх. Вы вверх пришли, откатываемся. Вот так вот дрейфуем, бьемся, бьемся, не добьемся. В чем речь? О чем речь? О том, что мы будем на будущем деле, посетиме на PRTS, даже вопреки росту валютного рынка, аккуратно выходить на 2025 пункт. Вот сюда. Цель на медиану боковика, то есть тупо пока дрейфуем. Просто дрейф, штиль, никаких телодвижений. Поэтому к этому репеструю мы будем с вами приходить в рамках предстоящей недели. Далее, что касается INSRTS и корреляции по отношению к американскому рынку, к сырьевым товарам и криптовалютам. В принципе, наши с вами прогнозы постепенно начнут осуществляться в адрес индекса БАКСа. Идем аккуратно вниз к уровню 103-60 пунктов на скользящей средней уровне ЕМА вот сюда. Поэтому на будущей неделе, чего я ожидаю, рост цен на Драгопрометаллы, во-первых. Смотрите, по Драгопрометаллу мы пришли на уровень нижней грани боковика. По золоту 1880. Аккуратно будем выплескиваться вверх на уровень 19.30. По серебру вот уже начали выплескиваться. Цель у нас вот сюда 23.60. По платине цель у нас вот сюда 9.50. По палладию вообще прям горячая штучка, я вам скажу. Цель вот сюда 1320-1350. По палладию я тоже держу среднесрочный лонг. Вот. И скоро буду продавать. Прям с большим удовольствием. И да, сейчас посмотрю, по чем там банки вообще палладий продают и палладий покупают. Просто мне интересно, на меня как-нибудь заглядывал в этот трехбуквенный банк с синими оттенками, который дивиденды с шесть лет уже не платил. Но мне любопытно это посмотреть так или иначе. Что-то там у нас интересного имеется в металлических счетах. О, неплохо. Неплохо, неплохо. Неплохо. Цена медленно, но верно растет, не дрейфует, постепенненько в рублях дорожает. Так что, когда цена до уровня 4 тысяч, там 4 тысяч 2 рублей за грамм палладия, я прям с превеликим воодушевлением буду фиксировать там проще. Ну, где-то в районе там чуть больше 10% мы можем будет зафиксировать. Поэтому у нас средний срок. Так что, у кого имеется тоже ОМС по палладию, господа, держим, не суетимся. Не паримся, если нервы сдают, идем куда-нибудь в лес, садимся на скамейку, на лавку, отдыхаем. Кайфуем, пока солнце жарит. Витамин D получим. Когда солнца не будет, все. Депрессия. Паника. Слезы. Отчуждение. Так что, господа, кайфуем. Цель выше. Далее, крипта. Крипта, 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 крипта. Боковик. Широкий боковик. Нижний грайн 25 900. Вольный грайн пока что 27 450. Но по мере ослабления индекса доллара будем выходить вот сюда. На диапазон сопротивления 29-30 тысяч долларов. Мысли прежние. Просто я их переозвучу. По эфиру то же самое. Вот сюда. По мере ослабления индекса доллара на будущем. Будем выходить сюда. 1760-1770. Цели прежние, мысли прежние, картина прежняя. Что касается индекса S&P 500. Опять же, по мере ослабления индекса доллара мы будем выходить куда? Вот сюда. Пока четко в рамках нисходящего графика мы идем. Нисходящего канала. Цель у нас будет куда? Первая цель это 4373, вторая 4410. Постепенненько от нижней грани канала отскакиваем вверх, проторгуемся, идем выше, потом падаем. Вот такая картина рынка у нас на неделю на американском рынке. Что касается нефти марки Brent, здесь, пожалуй, надо учить основную мысль. Смотрите, во-первых, мы еще не допадали, потому что у нас ценовой перегрев имеется. Вот здесь, вот здесь. Уже крупный инвестбанк пишет, что когда у них будет уже 100 долларов санкций, у нас же будет перекос между спросом и предложением. То есть предложение будет расти, спрос будет снижаться с дорогой зоны. Они правы. Абсолютно. На этом факте у нас нефть будет тоже снижаться предварительно. Цель первого снижения на уровне 88. Мы сюда будем аккуратненько дальше на протяжении будущей недели катиться вниз. Так что у меня, в принципе, моя ланговая область, я готов принимать краткосрочный лонг, да, лонг решением в адрес этого сырьевого товара, находится в районе 88. Все, не вышли, а тупо 88. Поэтому в целом я лишний раз тут больше никакие коллаборации не провожу. Я уже просто жду дальнейшего аккуратненького снижения на 87-88. Все. И просто жду, не говорите, не союзность. Далее природный газ. Цены уже аккуратно разворачиваются. Видите, уже паттерны киберсору, молотые всякие, прочие в этом духе. У нас это все равно закрытие гэпа. Это инспирационный гэп. Когда была инспирация, у нас цель вот сюда. 2,60. Поэтому снижаемся медленно, но верно, катимся колоком вниз. Подводя итоги обзора на предстоящую неделю, я вам скажу одну простую, но важную вещь. По рынку акций будем постепенненько расти. Да и по валютам в руку тоже придется порасти. Так или иначе, к вышедающему целям, которые я вам в этом видео озвучил. Самое главное, господа, помните, что ставка на дел сервисов на сырьевые компании в рамках уходящего уже года до Нового года осталось буквально пару месяцев. Поэтому так или иначе, нужно ставочку делать на сырьевые бумаги. Это первое. Ну и второе. Главное, без паники, без суеты. Если держите Газпром, Янос, Алрос, МТС, Тейков, цели выше. Но если вы набирали так же спекулятивный позицию, может быть по софтлайну вы еще держите позицию, по Фусагра, еще почему-то. Закрывать, в принципе, есть резон. То есть забирать прибыль, выходить и дальше все. Как говорится, адюс амигос, идем отдыхать. Конечно, по софтлайну я вижу, что многие срубили от 30% и выше. Согласно тому, что нам направляют в наш отзывник отзывы биржевика. По софтлайну человек поднял 33%, другой поднял еще 21%, кто-то поднял 6,5%, кто-то поднял примерно 27-25%. Короче, кто заходил, кто поднял. По Фусагра тоже заработали, красавчики. В общем, я все к чему клоню. К тому, что работайте, зарабатывайте, торгуете, обучающий видеоматериал тоже применяйте наши. Красавчики, господа, молодцы. Проблем нет. Самое главное – это развитие, которое я вас стараюсь формировать. То есть, как говорится, я против расслоения мозжечка, я против плодоносия тупости. Я за прогресс. И вот я этот прогресс вам предоставляю, чтобы вы развивались, как наша аудитория. Это очень важный аспект. Поэтому, господа, все будет нормально. Не паримся, не суетимся. Как говорится, ничего страшного не происходит. И не происходило. Все нормально. Я же вам рекомендую подписаться на все наши медиаисточники. Первый пункт – наш биржевик-бот. Наш официальный телеграм-работ для входа в вип-канал по тренингу и инвестициям. Проводим прямой эфир каждый день. Торгуем вместе. Отвечаем на любые вопросы. Также обучающие посты, лайфхак по рынку прилагаются. Либо можете подписаться на наш канал через биржевик-вип.ру. Наш официальный сайт. У нас также имеется телеграм-канал. Пункт А – про рынок акций. Б – про сырьевый рынок. В – про облигации. Г – про банк сеттер и рынок недвижимости. У нас имеется также контакт группа Ян Эзен и Рутюб-канал. Поэтому на все эти медиаисточники вам я рекомендую подписаться. Инфа, которая выходит там, с задержкой во времени попадает на YouTube. Так было, так есть и так будет всегда. И помните, что мы все обречены на прибыль. Лишь время и грамотная стратегия. Наши главные союзники. На этом все. Всего вам доброго. Хорошего воскресного вечера. Увидимся завтра на анализе рынка. До свидания.